Итак, сегодня мы зарубимся в Street Legal Racing Red Line, хотя на самом деле no legal, но всем насрать. Наверное, вы зададитесь вопросом, а зачем играть в эту непопулярную говняху, ведь есть много различных гонок. В общем, представьте, что это симулятор автомеханика, скрещенный с каким-то упоротым флатаутом. Короче, начнем новую карьеру, хоррер разглагольствовать. Надо придумывать ей название. Нет, слишком банально, надо что-то пооригинальнее. О, яль. Начинаем мы в каком-то зеленом гараже. И у нас есть на руках 25 баксов, мы должны купить какой-то автомобиль. Пойдемте в автосалон. Так, ну тут у нас 33 тысячи, дорого. Так, 39 тысяч, тоже дорого. Тут 43 тысячи, да... Все дорого. Вот специально для таких, как мы, нищебродов, есть магазин у евреев, где можем купить БУ-машины. Причем они иногда в таком говняном качестве, что просто трындец. Вот просто смотрите, у кого-то двигателя нет, кто настолько ржавый, у кого-то покрышки нет с деталями раздолбанными. Вот тоже вроде как красивый автомобиль, а тоже колеса вообще нету. Вот идеальный вариант. Ну у него цена кусается немного. Ну он хотя бы с двигателем и по сравнению с остальными он хотя бы лучше. У него хотя бы двигатель есть, колеса есть. Да и не раздолбан он так. Так что, в принципе, думаю, можно его и купить. Покупаем. Так, ну вот он, наш зеленый жук. Я предлагаю его протестировать в нашем гараже. Вот здесь кнопка. Жмем газ. И он чуть не едет. Так, ну вот у нас еще есть одна кнопка. Это протестировать эту машину. А тут мы можем выбрать трассу, на которой мы будем тестировать. Сложно. Вот вторая мне больше понравилась. Мы ее запускаем, значит. И я поначалу тупил. Я не понимал, как ее управлять. А потом оказалось то, что на моей машине механика. И управление осуществляется переключением передач. А для меня это слишком сложно. Ведь я никогда не ездил на механике. В общем, жмете А, чтобы переключить передачу вперед. З, чтобы переключить назад. Самая последняя передача это задний ход. И самое неудобное, что задний ход осуществляется газом. То есть ты жмешь назад, а у тебя автомобиль не трогается. Ну, я тут еще немного проехал. И потом решил тормозить. Я как бы подумал, ну, машина едет, ну и хрен с ним. Правда, механика это неприятно. И лучше бы ее сменить. Ну, вернемся лучше в гараж. После входа в гараж я осмотрел своего ЖК. И понял, что ему чего-то не хватает. А именно спойлера не хватает. Благо, его можно купить в магазине. А вот в какой кладке он находится. Я хозе. Я прочистил тут все. Протискал все кладки. И только где-то через минут 10 я нашел этот чертов спойлер. Отыскав его, я посмотрел, какие еще есть варианты. И мне заприметился спойлер из карбона за 280 долларов. Но я увидел значок. В которой нарисована была машина. Я подозревал, что это значит, что только эти спойлеры можно установить. Но я забил на это. Посмотрел, перелистнул вкладку. Увидел вообще офигенный спойлер. Купил его. Несмотря на то, что там написано, что оно может не подойти ко моему автомобилю. И оно не подходит. Очевидно, нет? Я, значит, пошел купил вот этот спойлер. Потому что он самый офигенный, по моему мнению. Все остальные уродцы. И вот он подходит. А вот это вот не подходит. Свойственно его надо продать. Такие моменты лучше выйти в меню и сохраниться. Потому что лично в моей версии, игра может вылететь просто так. Причем в самых различных ситуациях. Ты зашел в игру. Игра вылетит. Ты купил машину. Игра вылетит. Ты вроде как купил машину. Прокачал ее. Все хорошо. Едешь. 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 Едешь на ней. Игра вылетела. Нормально. Если вы хотите почувствовать себя художником, в этой игре можно раскрасить автомобиль как хочешь. Я лишь обойдусь просто перекраской дверей и прочего. Результат на глаза. Машина идеальна. Мне нравится. Короче, поехали в город. Попробуем на ней поездить адекватно. Так, мы в городе. Так. Блин, непривычно, что механика. Плюс раздражает. Короче, поясняю за мини-карту. На мини-карте у нас вон там есть шестеренка. Это, короче, был полицейский. Он нас будет штрафовать, если мы будем крышать. Ну, там есть зеленый болт. Это наш гараж. Здесь красный болт. Это еще какой-то гараж. И синий. Я в них не понимаю, но насрать. Сейчас я просто хочу доехать до синей шестеренки. И, по идее, там я могу сменить себе на автоматическую коробку передать. Так, ну вот мы уже подъезжаем. Тут главное понять, где тут код. А то здесь много гаражей и непонятно, где вставать. Знаете, управление здесь невероятно удобное. Нигде ничего не происходит. Еще надо развернуться. Стоп. Не надо меня штрафовать. Короче, вот у нас вход. Жмем Enter, по идее. Что-то высокий клуб, гараж. Ну, я, короче, не могу войти. Что-то, наверное, типа этого. Хорошо, что, благо, есть еще одно место, куда мы сейчас отправимся. А именно красные шестеренки. Итак, вот мы уже почти на подходе. Я, пожалуй, сокращу тут. И... Ну, все-таки невидимые стены, они повсюду. И, мне кажется, зашедись, у нас бампера нету. Плюс двигатель сменился цвет с светло-зеленого на желтый. Собственно, ну и вон нафиг. Все-таки к механической коробке передач можно и привыкнуть. А вот за машину придется заплатить. Причем большие деньги, целый косарь. Но оно того стоит. Мы полностью ее отремонтировали. Давайте пропустим время и отправимся к стритрейсерам покорять вершины дарков. Самое главное в этих местах не перепутать где старт, а где финиш. Я уже привык и поэтому сразу же свернул. Ну, а вы можете не знать, что это финиш. А потом увидите каких-то бешеных машин, которые несутся на вас. А потом они сломают вам чертям автомобиль. Так, ну вот я на старте. Давайте поскорее начнем гонку, пока в нас кто-то не врезался. Так, ну тут выбор на самом деле очень большой. Пусть будет 19 место. Ставка... Ну пусть будет столько. Я немного, я не уверен в себе. Так. Самое опасное, что в этих гонках может произойти, то, что твой соперник сотворит какую-то фигню, а потом пролетит в тебя. Но я надеюсь, этого не случится. Трасса их тут очень большая. Гигантская. Он даже не решился доехать. Он просто остановился. С горя. Так, щекель это хорошо. Че-то, мы выиграли. Ну го, еще одну гоночку. Вот это вот чел в 18 месте опять. Я меньше в себе уверен. Хотя, может, больше подохер с ним. Я больше поставил, но я не боюсь, что проиграю. Хотя, автомобиль у него говнянный. Я это даже комментировать никак не буду. Просто, просто изи победа. Он что-то старается, но он занят. Только я финиширую, они все сразу тормозят. Так, еще больше щекелей. Я предлагаю вернуться в гараж и поставить себе нитро. Потому что нитро это клево. Так, ну для того, чтобы установить нитро, нам нужно купить запчасти. Они находятся у нас в рынке. Так, сначала надо купить баллон. Потом надо купить штуку, которая показывает. Потом надо купить вот этот вот впрыск. И все это установить. Угона, тестовый полигон. Так, ну у нас что-то не так с капотом. Плюс, как я замечаю, нитро у нас нет. Так что возвращаемся обратно в меню. И смотрим, что мы не установили. Сначала надо отремонтировать машину. Вот, теперь смотрим. По всей видимости, мы не установили эту фигню. Но она слишком дорогая. Целых две тысячи. Ну и раз надо, значит купим. Устанавливаем его. Хотя, если так посмотреть, она ни к чему не подключена. Возможно, что она просто не работает. Ну, если... А, вот что еще мы не установили. Надо баллон и это установить. Я думала, они автоматически установились. Но нет, нифига. Теперь нам заявляют то, что наш... Вот эта вот фигня, она не работает. Она не подсоединена. Так что поедем без нее. Опять надо привыкать к этой механике. Вообще непривычно. Жмешь газ, автомобиль не едет. Ну, я сейчас тыкаю на все кнопки и пытаюсь понять. А где все-таки нитро? И какая кнопка отвечает за нитро? Как бы появился там, вон там внизу, в правом углу появился иконки нита. Я проехал еще немного, тыкая на все кнопки, так и не нашел, где нитро. Поэтому полезу на стройке. Как позже оказалось, я его не нашел. Продолжая тыкать на кнопки... Я обнаружил, как можно менять виду машины. Но мне нужно было найти нитро. И нитро я так и не нашел. Поэтому полез опять в настройки в надежде, что я его найду. Там указана буква Н. Слава богу, это она, она работает. Это не нитро. Звук у него напоминающий какую-то плазменную пушку, которая искренне пытается работать, но в итоге пердит. И как свойственно, она машину вообще не ускоряет. Но я подумал, раз у меня такой быстрый автомобиль, еще и с нитром пойду поучаствую в гонках. Когда я подъезжал, я думал, все будет нормально. Но мне сказали, у тебя низкий уровень, вали нафиг. На этом я хочу окончить наш летсплей по этой игре. Вы дальше сами там разбирайтесь, а я, может быть, запилю вторую часть. Субтитры сделал DimaTorzok